Думаю Ой, и кто-то плачет за стеной, может выйти головой Ой, и кто-то скрипнул за стеной, мы повязаны с тобой Мы с тобой, да мы с тобой, мы с тобой, да мы с тобой Всем привет, вы на ютуб канале Раски Паска Для тех, кто у нас впервые, поясню, что здесь у нас обычно происходит Большая часть контента посвящена Санкт-Петербургу, его районам Старым, историческим и более новым советским спальником Ни разу не претендую на исключительную объективность и не пытаюсь охватить неохватное В 20-ти-то с небольшим минутах видео Однако стараюсь, по крайней мере, сделать так, чтобы скучно не было и не скатываться в сухую фактологию Ах да, ну и насчет названия нашего канала Новеньких здесь бывает еще смущает Как его транслейтит гугл-переводчик с финского На самом деле, история с происхождением шуточного названия связана всего лишь-то с трудностями языкового общения за границей Узнать больше о нашем неудачном опыте коммуникации, лежащем в основе происхождения первого самоназвания Можно, вбив в поисковике словосочетание «мужчина» из Сыктывкара Так что уж не спешите раньше времени лишний раз оскорбляться сами, ну или оскорблять автора Санта козно! Порой мы с камерой выбираемся и в прочие города наши необъятные В марте вот планируем навестить и российский анклав на Балтике Бывший немецкий Кёнинсберг Ну а сегодня же продолжим исследование территории северной столицы России На этот раз в юго-западных пределах ее границ Границы исторического района, в которых мы будем сегодня бродить с камерой Обозначим Петерговским шоссе с севера, железнодорожным полотном с юга И двумя речушками – Ивановкой с восточной стороны и Сосновкой с западной История застройки этих мест после основания Петербурга напрямую связана с именем Петра I По инициативе монарха территории вдоль Петерговской дороги, связывающей город с загородной императорской резиденцией Отдавались в пользование знатным подданным под строительство усадеб Дабы образовавшиеся здесь живописные виды всякие раз услаждали взор состоятельных пассажиров Очередного проносящегося здесь экипажа К такому виду транспорта, кстати, и сегодня еще отсылает флаг здешнего муниципального округа По сути, если его малость осовременить, это то же самое, что на знамени красовался бы золотистый Мерседес какой-нибудь, не меньше После щедрого жеста Петра многие участки вдоль Петерговского тракта не единожды переходили из рук в руки Сливались или разделялись между собой Но их обладатели неустанно стремились разбивать там пышные парки, а вместе с тем, разумеется, и загородные резиденции для личного пользования Кто-то из них и какие поскромнее, но иные, исходя из всех доступных возможностей финансов, привлекая именитых зодчих целые комплексы Архитектурные ансамбли, которые подчас своими экстерьерами и внутренним убранством походили и на недвижимость монаршию Эти факты заслуживают внимания, или нет? Львиная доля построек архитектурных памятников прошлого до наших дней, увы, не сохранилась Тяжкий удар по ним пришелся на годы войны Хоть и некоторые остатки былой роскоши лицезреть мы с вами можем и сегодня Яркий тому пример Новознаменка, объединившая сразу несколько бывших барских владений Местные же, впрочем, частенько называют эту зеленую зону просто Нижним парком Одна из его частей — усадьба Петра Григорьевича Дземидова После перестройки здания в послевоенную пору превращенная в жилой дом Сегодня люди здесь уже не обитают, но в будущем объект культурного наследия должен будет, как обещают, превратиться в библиотечно-культурный комплекс С экспозиции, посвященной Великой Отечественной Другой объект, внешне самый выразительный сегодня — роскошный особняк в стиле русского барокко Елизаветинской поры Возведенный для графа Михаила Илларионовича Воронцова Этот настоящий трехэтажный дворец с бельведером в годы войны также очень серьезно пострадал Но был реставрирован еще в 60-х, а после и в наше время В стенах здания сегодня располагается международная школа Прямо же напротив южного фасада учебного заведения располагается и так называемый «готический домик» Постройка первой половины 19 века Судя по всему, на него также еще имеются планы После реставрации в здании планируют открыть некий культурно-досуговый центр Сегодня парк — место невероятно популярное среди местных жителей В чем мы смогли убедиться и сами И в дни давно минувшие сюда тянулась еще достопочтенная публика Бывал здесь, к примеру, и Петр Ильич Чайковский Композитора, как рассказывают, нередко можно было застать за вдумчивыми прогулками средь здешней тиши В поисках вдохновения в период написания Зимней симфонии Добирались мы до места нашей сегодняшней прогулки перекладным маршрутом Через станцию метро Автово, а далее тряслись по Петерговскому шоссе в трамвайчике Впрочем, это лишь один из нескольких доступных сегодня способов добраться до места Хоть и существует некоторый нюанс Напрямую, на метро, до Сосновой поляны добраться по-прежнему невозможно И хоть в смелых фантазиях оптимистов надежда на одноименную станцию метро по-прежнему еще теплится Все же прекрасно знают эту любопытную особенность развития подземки Северной столицы Планы по ее дальнейшему расширению неустанно корректируются А сроки сдачи очередных станций исправно сдвигают по срокам Администрация Петербурга ввиду давно назревшей транспортной проблемы Во всей южной части города подыскивала и альтернативные подземки способы ее разрешения Правда вот, для зачастую весьма современных и амбициозных проектов Не всегда в бюджете находились деньги Просто денег нет Одной из таких нереализованных задумок стал проект надземного экспресса Претерпевший за два десятилетия добрую дюжину правок Но даже и весьма удешевленный Так по итогу и не принятый, и не воплощенный в жизнь Введение первой очереди проекта На тот момент еще не имевшего аналогов в России Было приурочено к 300-летию Санкт-Петербурга Но как-то сразу не сдалось Так что при всей прочей парадной праздной помпезности юбилея 2003 года От лица администрации поздравление города-именинника И жителей всего юго-запада вышло несколько скомканно По задумке же маршрут экспресса должен был протянуться от кварталов Балтийской жемчужины Через Сосновую поляну После сквозь Ульянку и далее строго на восток Вплоть до Левобережья Невы Технологически сперва рассматривалась идея использования на маршруте монорельца И трамвая на шинах Позже заявленные идеи уступили место классическому легкорельсовому транспорту Весьма традиционному виду передвижения для Петербурга Некогда носившему еще титул трамвайной столицы мира По итогу, ну вы поняли, проект с актуальной повесточки убрали И если, к примеру, в восточных направлениях северной столицы удалось таки реализовать проект реконструкции старых трамвайных путей И пуска современных чижиков Юго-западное направление города своей очереди пока так и не дождалось Эпоха усадебного предместия города в облике Сосновой поляны позднее сменилась на Садовую огородную Еще позже местность стала все более походить на город Однако отдельные деревянные постройки кое-где в округе повстречать можно было и вплоть до недавнего времени Среди прочей массовой застройки района советского периода второй половины прошлого века Несколько выделяется 28-й квартал Его, застраиваемый в 70-х, можно даже по праву назвать экспериментальным Дело в первую очередь касается высоток, которые между собой когда-то восхищенно звали еще не иначе как небоскребами Или также пионер-точками Этот тип жилых построек представляет из себя одноподъездный корабль Как еще именуются типовые ленинградские брежневки 600-й серии Другая архитектурная гордость квартала – этот шедевр индустриального домостроения В народе прозванный домом-змеей Почему? Ну, во-первых, понятное дело, из-за его достаточной протяженности Во-вторых же от того, что по форме дом и правда будто по-змеиному изгибается и ползет вдоль извилистых берегов здешних озер Еще, впрочем, эту своеобразную градостроительную композицию, хоть и куда реже Называют также и китайской стеной, и криваками, и, например, пентагоном Понятно, что с последним дом внешне мало имеет что общего Данное прозвище всего лишь подразумевает, что посторонний человек, окажись по этому адресу впервые, далеко не сразу сумеет верно сориентироваться Проедьте дальше и за мусорным баком поверните направо Там арочка Какая нафиг арочка? Здесь нет ни арочки, ни мусорных баков Я стою, жду их здесь Шестнадцатый, разой глаза, ты недоразвитый По правде же, здешний пентагон совсем не целен и представляет из себя систему корпусов Его части это сразу несколько домов с отличающейся нумерацией Потому, например, сложно согласиться с присуждением звания дому змее самого длинного в Петербурге Но все же, что сказать Даже проектировавшим однотипные спальные окраины города в советскую пору зодчим Хотелось порой прибегать ко всевозможным архитектурным изощрениям и умудряться воплощать в жизнь чего-нибудь эдакое Дом-змея с улицы Пионерстроя прекрасный тому пример Комнаты в квартирах, кстати, зачастую не прямоугольные, а имеют форму трапеции или даже пятиугольника Ну и пару слов о прилегающих территориях Если с одной стороны дома возвышаются трубы четвертой Красносельской котельной С другой же раскинулась симпатичная система озер Водоемы, окруженные жилой застройкой ленинградской поры, выглядят очень даже неплохо Тут даже и свой необитаемый островок имеется Все-таки какова природа у нас, да? Скажи? В последний раз что-то подобное я наблюдал лишь во дворах гражданки Было об этом в нашем посвященном району выпуске Мы же обязательно заглянем сюда снова Когда сойдет снег и растает лед Об особенностях, в целом схожей с некоторыми из прочих районов города Жилой застройки Сосновой поляны мы еще расскажем далее Но пока отдельно отметим некоторые появившиеся здесь на заре активной застройки округи Социокультурные объекты Один из них, скажем, широкоэкранный кинотеатр «Восход» на 500 мест Появившийся в Сосновой поляне еще в начале 60-х Уверен, у многих местных, чье детство пришлось на год развитого социализма Сохраняется еще уйма приятных воспоминаний с ним связанных Как-никак это место средоточие культурной жизни всего района А вот в не очень-то и выразительном здании торгового центра Возведенного уже на исходе 60-х Сегодня располагается, возможно, что самое злачное заведение в округе Поправьте меня, если не прав Бар «Пират Хаус» Нет, ну и в советскую топору Любители выпить и, что называется, культурно отдохнуть, сообразив на троих Возможность всегда находили И у здешних пивных точек народ время с удовольствием коротал Обсуждая последние сфотки новостей И напряженную международную обстановку Стабильности нет Террористы опять захватили самолет Что же до современного Пират Хауса Немного более раннее и весьма своеобразное его название было еще Горькуша И это не отсылка к фамилии известного питерского рок-музыканта Горькуши в народной топонимике И сегодня еще зовется здешняя улица Пограничника Горькового Искажались и коверкались фамилии героев войны В честь которых назывались здешняя улица Не в одной лишь народной топонимике Но и вполне официальной Когда в честь морякобалтийца Ивана Тамбасова Перенарекали Алтайскую улицу В результате закравшейся ошибки Или даже досадные опечатки Стали именовать улицы Тамбасова через А Ошибочка вышла На этой-то самой улице Все в тех же 60-х Появилась и одна из школ микрорайона Что весьма любопытно с гимназией Связаны и творчество петербургского дарквейв-дуэта Электрофорес Обоих ее участников с Юго-Западом Петербурга Связывает юность Один жил на юзах Второй, соответственно, на территории Сосновой Поляны В феврале у дуэта Электрофорес Вышел новый альбом 505 Мисс, показывай обложку Опа! Лаконичное название третьего По счету полноформатного студийного альбома Коллектива 505 Приходится прямой отсылкой К номеру здешней гимназии С улицы Тамбасова Где оба участника группы В свое время учились? Ваня и Виталий некогда Были простыми школьниками Учились в Красносельском районе Города Санкт-Петербурга В гимназии с каким-то там уклоном, да? Признаюсь, мне доставляет Отдельное удовольствие При исследовании районов Петербурга Натыкаться на всевозможные Подобные отсылки И посвящение от музыкантов К родным местам на карте города Что, если же что делать То, что вашу силу Если в руки все ружье Значит, путь к нам стреляет Спасибо Расскажу вам и о том, как Сосновая поляна едва не стала Отечественным аналогом Калифорнийского Голливуда Звучит как шутка, конечно Но некогда подобные параллели Не должны еще были вызывать Пренебрежительную улыбку у слушателя На все той же улице Тамбасова И сегодня можно еще повстречать Вывеску фабрики Грим Предприятие, являвшегося Некогда передовым производителем Гримировальных принадлежностей Во всей стране Говорят, именно здесь явилась на свет И легендарная ленинградская тушь Для бровей и ресниц Прозванная в народе плевалкой Была, впрочем, и еще одна локация Речь идет о возведенных В советское время здесь Павильонах Ленфильма Весьма самой по себе плодовитой по числу выпускаемых в прокат лент Советского периода киностудии Начало было положено еще аж в 1964-м А к началу 80-х Здесь возвели павильоны Оборудовали производственные помещения В частности для обработки кинопленки Обустроили и автопарк Игрового транспорта С историческими автомобилями И репликарами В здешних павильонах Снимались сцены различных лент Так что при необходимости Эти декораторы превращали сосновую поляну И в дом знаменитого сыщика На Бейкер-стрит В сцене пожара Актер Виталий Соломин Исполнявший роль Ватсона Чуть было даже серьезно не пострадал Или в дом бывшего начальника Царской таможни На берегу Каспия Павла Артемьевича Верещагина Со съемками этой ленты В сосновой поляне Вообще доходило до курьезного По воспоминаниям Николая Годовикова Троица главных героев картины Регулярно выбиралась После съемок до ближайшего магазина Где закупалась спиртным В итоге и полезная выработка падала И дисциплина на съемочной площадке Я не пью Правильно Я вот тоже сейчас это допью И прошу Не заладилось все У здешнего ленфильмовского филиала Уже в первые постсоветские годы На студийные павильоны Опустился тлен и мрак В результате пожара Обвалилась крыша А после и большая часть помещений Была отдана в пользование Многочисленным арендаторам Рассказывают, что вроде как И задумывали в одном из павильонов Сделать музей автомобилей из кино Но с реализацией не сдалось Ну а связано это как-то с ленфильмом или нет Но все на той же улице Тамбасова В типовой девятиэтажке проживал в свое время И актер Александр Демьяненко Да, всесоюзную кинозвезду Жители микрорайона в ту пору Могли вполне буднично повстречать В парадной, на прогулке Или в очереди продуктового Позднее народный артист Перебрался с супругой в центр города Где и проживал уже вплоть до своей кончины Успев к тому времени испробовать себя на экране Наконец и во множестве прочих От интеллигентного студента Шурика Актерских амплуа А вот Николай Годовиков Тот самый Петруха из Белого солнца пустыни В последние годы своей жизни Проживал на Сосновополянской улице Пионерстроя Где мы с вами прогуливались уже сегодня Война оставила свой тяжелый отпечаток На облике всей здешней округи После ее завершения начались и первые попытки восстановления утраченного хозяйства И уничтоженного жилого фонда Ленинграда В период 40-х и 50-х годов прошлого века В Сосновой поляне появились внешне весьма характерные для того периода Кварталы малоэтажной жилой застройки Нечто похожее мы с вами уже встречали Во время нашей прошлой прогулки у Нарвской заставы Закрепившиеся за такими домами народное наименование Немецкие дома Происхождение имеет все-таки достаточно мифологическое Они внешне хоть и невольно навевают некоторые ассоциации с традиционной немецкой архитектурой Проектировали такие жилые кварталы архитекторы-ленинградцы Военнопленные же, восполнявшие дефицит рабочей силы в то время Таки участвовали в возведении некоторых из них Но доминирующей роли в этом не играли Хотя, что до жилой малоэтажной застройки в здешней округе К разработке и проектированию оной Один немец руку все же приложил Речь идет про Андрея Андреевича Оля Потомка немецких колонистов Петербурга Оль, руководивший послевоенной застройкой Сосновой Поляной Ко всему прочему, проектировал и знаменитый дом Комуну Слеза Социализма На улице Рубинштейна А также большой дом на Литейном проспекте В составе творческой группы архитекторов Постепенно в обескровленном Войной городе начинал налаживаться И простенький быт Однако проблем горожанам и без этого хватало И речь сейчас даже не о волне Профессионального криминала, захлестнувшего город Долгие десятилетия после Из уст в уста передавались еще истории о том Как в послевоенном Ленинграде Отношения между собой с невиданным Остервенением Выясняла городская молодежь По большей части обитающая на окраинах А хоть по уровню безоглядной жестокости Накал страстей и уличных сфаток С годами неуклонно спадал И в годы сытого еще Брежневского застоя Окажись кто из подростков По тем или иным причинам В чужом районе или дворе Внимательный глаз кого из местного Дворового актива почти безошибочно Считывал чужака И спешил к незваному гостю С набором стандартных вопросов Как дела? Начаться такая беседа могла еще вполне себе мирно Но так или иначе после Откель будете хлопцы? Местные? Закончиться могла временные потери здоровья Для некоторых ее участников К примеру в многомиллионной Москве К началу 90-х Столкновение представителей Разношерстных молодежных субкультур А также группировок фанатов Сразу нескольких столичных футбольных клубов Традиционно еще дополнялись И безидельными рядовыми уличными стычками Восникающими на почве Деления и противопоставления Друг другу жителей разных районов И пригородов многомиллионного города Мы Тушинские И что? А мы химчане, что дальше? Что до Ленинградской сосновой поляны Территориальные конфликты У местных по большей части Возникались с северными соседями Юзами Жильцами домов Расположенных за Петерговским шоссе Кроме этого Сохранились истории О противостоянии и с выходцами Из-за западных границ микрорайона Стрельны и Володарского Их молодые жители поляны Меж собой еще частенько Пренебрежительно звали колхозниками Что, впрочем, даже и имело Свое историческое обоснование В 2008 году В Петербурге стартовала программа Развития застроенных территорий в городе Ренновация затронула и кварталы Сосновой поляны Дома, расположенные по обе стороны Второй комсомольской улице Примечательной, в числе прочего и тем Что проходит она прямо сквозь Жилой дом Такая вот любопытная ее особенность В процессе же подготовки К реализации программы Реновации И здешние немецкие домики Были внесены в список Попадающих под снос Но позже обрели Такий спасительный для себя статус Памятников регионального значения Типовых хрущевок Подобные правки Знамоделу не коснулись Ну да, ну да Пошел я нахер К сносу первого дома Подобного типа Приступили лишь в 2020 Дело в том, что процесс Окончательного согласования сторон Несколько подзатянулся Ввиду несогласия с выселением Жильцов одной из квартир Тем не менее На долгое время Реновация в квартале Была приостановлена Из-за синдрома Последнего жильца Собственник последней Нерасселенной квартиры В Хрущевке Требовал по 1 миллиону рублей За каждый квадратный метр Своего жилья К компромиссу Удалось прийти только в 2020 Как бы то ни было Один из июльских дней 2020 года В округе превратился В настоящий праздник Не такой, возможно, масштабный Как при сносе домов В Колпино Да и с погодой Как-то не повезло Зато на вторую Комсомольскую Понаблюдать за Разрушительным ковшом Экскалатора Прибыло немало Высокопоставленных гостей Среди которых И глава Заксобрания города Вячеслав Макаров И, конечно, Градоначальник Петербурга Господин Беглов Который На успешный исход Здешней программы Реновации Возлагает еще Большие надежды На фоне Там множество Прочих скандалов И проблем Связанных с обустройством И налаживанием Нормальной работы Коммунального хозяйства В городе Пора же уже В конце-то концов И многочисленные обещания Начинать исполнять в жизнь Ну не может же он Каждую минуту врать Новые дома В Сосновой Поляне Появляются и сегодня Однако По-настоящему Масштабное Возведение Жилых комплексов И целых кварталов Сконцентрировано За границами Этого исторического района Так В 2014 году Чуть западнее На бывших Совхозных полях Началось возведение Жилого комплекса Солнечный город Который и на текущий-то Момент Выглядит Внушительно А к моменту сдачи Последней очереди Должен будет Окончательно превратиться В настоящий Город в городе А вот За северной границей Сосновой Поляны Еще раньше В нулевых Начиналось возведение И жилого квартала Балтийская жемчужина Торжественная церемония Закладки Первого камня Состоялась В июне 2005 В нашем выпуске Посвященном Историческому Юго-Западу Города Мы туда уже Заглядывали Упоминали В том числе И о страхе Некоторой части Горожан Что этот Возведенный Китайскими Застройщиками Жилой район В будущем Может превратиться В настоящий Маленький Китай Не знаю Если так дальше Пойдет Того и гляди Проморгаем Россию Матушку Скоро нам Потомкам Казаков И русской Интеллигенции Будет не с кем Пообщаться Как видим Из дня Сегодняшнего Выросшие Жилые кварталы Местечковым Чайнатауном Ассоциируемым У некоторых С очагом Криминала Преституции И наркотиков Шуточные В том числе И насчет Многочисленных Китайских Рабочих Прибывавших На стройку Хоть те Вроде как Исправно Возводили Объект И с местными Никак даже Практически Не пересекались Дабы избежать Распространения Слухов И спекуляций По этой теме Застройщикам Пришлось Ввести Планомерную Разъяснительную Работу Среди населения В том числе И на территории Сосновой поляны В уже упомянутом Нам сегодня Кинотеатре Восход Устраивались Даже специально Организованные Презентации С видеосеансом Наглядно Визуализирующим То Каким в будущем Должны будут стать Заболоченные Камышовые пустоши По ту сторону Петерговского шоссе Успейте Купить квартиру По суперцене Балтийская жемчужина Выбор успешных людей Наиболее подходящего Места Для завершения Наших сегодняшних Блужданий Сквозь пространство И время Чем парк Именуемый Сосновой поляной Я вряд ли смог бы найти Лишь частичку Которого мы можем Наблюдать сегодня Изначально имел Куда более Внушительные размеры Северная его часть Представляла из себя Образец парка Французского стиля Южная Частично Сохранившаяся здесь Английского Как говорят Сосны Хвойные красавцы И давшие Как нетрудно догадаться Имя всей Сосновой поляне Большим своим числом Погибли в годы Великой Отечественной Уже в 60-х Когда взялись За восстановление парка И его перепланировку Засаживать зеленую зону Принялись также Березами, ольхой И осинами Световой день Тем временем Неумолимо катился К своему завершению Пришло время И нам возвращаться домой Вырулив из парка К проспекту Народного ополчения Мы оказались У железнодорожной Станции Сосновая поляна Электричка Проходящая здесь Это кстати Еще один способ Перемещения Связывающий Сосновую поляну С городом Мы впрочем Таким вариантом Не воспользовались Дождались трамвая И на нем Отсюда Возвратились К станции Метро Автова Что сказать Такой вот вышла Наша сегодняшняя прогулка Спасибо что вы Снова были с нами Ребята Пока вы это делаете Мы с удовольствием Будем продолжать Наши видеопрогулки И дальше Что же до главного героя Выпусков цикла Петербурга Как мне видится Он еще не скоро Сможет исчерпать Свой богатый потенциал Живу я здесь Уже не первый год А город все Не перестает удивлять И открываться С новых порой И весьма удивительных сторон После стольких лет Всегда Я от души благодарен всем тем Кто нашел время и желание Подсказать нам Заслуживающих внимания Локаций На пути нашего Сегодняшнего маршрута О чем я все таки умолчал Ввиду ограниченного Хронометража Расскажу в будущем Уверен сюда Мы с вами еще заглянем снова Сердечный респект Тем и за ребят Кто поддерживает Наше независимое творчество Рублем В том числе и нашим Постоянным жертвователям С патреона Среди которых Дмитрий Поливаев Евгений Марченков Сергей Прокофьев Антон Шифман Илья Сунгуров Александр Телепнев Никита Дремачев Макс Брант Паритабуритто Тревел Проджект Юген Делакруа Федор Горбачевский Олег Ян Иван Загайнов Иван Самойлов Валерий Валерьевич И Демно Сижо До новой встречи В следующем выпуске Друзья Пройдет который В границах Сестра Рецка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»